Премьер-министр Иван Маторин ознакомился с работами на полигоне ТБО в Новочебоксарске. Его строительство завершается. Сегодня здесь проверили работу оборудования. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Сюда, на Новочебоксарский полигон, отходы поступают после сортировки на специальной станции в столице республики. Но путешествие мусора на этом не заканчивается. Сначала его прессуют в брикеты. А затем складируют на специально обустроенной площадке. Под землей этой карты уложены слои глины, грунта, а также геомембрана. Всего здесь будет возможно разместить более 6 миллионов кубометров мусора. Строительство полигона завершится в этом году. Сейчас на объекте прокладывают инженерные сети, завершают монтаж сортировочных конвейеров и благоустройство территории. Пусконаладочные работы должны начаться в ближайшие дни. Мы рассчитываем, что самоокупаемость будет в течение 7 лет. Но здесь очень много факторов, которые могут либо ускорить этот процесс, либо чуть отодвинуть. Но в среднем это 7 лет. После того, как полигон ТБО заработает на полную мощность, здесь планируют перерабатывать более 200 тысяч тонн отходов в год. Этот комплекс будет обслуживать не только ближайшие города, но и Чебоксарский район. Всего здесь планируют создать более 300 рабочих мест. Технология соблюдается. Сейчас уже идет обкатка основных объектов, обкатка технологии. Я думаю, что в ближайший месяц мы уже увидим полностью завершенный объект с обученным персоналом, с хорошей выученной работой техники. Ну и, соответственно, увидим, как будет идти утилизация мусора в Чебоксарской республике. В частности, в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Необходимость строительства таких объектов в республике назрела давно. С начала следующего года в России запретят складировать отходы, которые не прошли предварительную обработку. Пока такие современные полигоны появились только в Нижегородской и Саратовской областях. На очереди Чувашия. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова